Друзья, всем привет! Мы продолжаем нашу рубрику по обзору на фирму. Из предыдущего ролика к нам на обзор должны были попасть Гиртека, Трансимекса и Влантана. Но так как комментариев очень много и люди просят обзоры на большинство фирм, которые в опросе там не участвуют, и мне подвернулся человек, который готов дать реальный отзыв о трудоустройстве на фирму Транском. Кстати, эту фирму тоже очень много просили в комментариях сделать на нее обзор. И человек съездил туда, на офис, непосредственно, как они и говорят, приезжайте, все расскажем. Он съездил, ему там все рассказали, его, конечно же, там не устроило, он все об этом нам расскажет. И он не устроился в данную фирму, и мы попытаемся узнать у него почему, что его не устроило, что они обещали, как они общались с ним, все это будет интересно. Так что давайте не будем затягивать и приступим. Позвоним нашему подписчику, который согласился дать интервью, рассказать про данную фирму. Он там не работал, он именно съездил на трудоустройство. И послушаем, что он нам скажет. Погнали! Как тебя зовут? Ваня. Ваня, я так понимаю, ты пробовал устраиваться, хотел что-то поменять, да, и давай, вот рассказывай. Ну да, короче, меня все устраивает на работе, все хорошо, как бы не жалуюсь, но хотелось работать как-то ближе к дому, приезжать не надо дома. Ну и стандартный вариант, типа биометра, работа бай, там всякое такое, интересовало как бы больше не габарит, но как бы в принципе у транскома в данный момент был набор, получается, на негабарит и на штору. По-моему, пресс у них еще есть. А вот, точно не помню. И больше меня интересовало негабарит, так как оплата побольше, ну прибежонная немножко к моей, что я зарабатываю на данный момент. Слушай, ну на негабарит, ну по идее, везде зарплата должна быть выше, если негабарит, потому что, ну, если брать каденцию негабарит, то у них там, ну, достаточно суточная тоже. Вот, ну как бы должна быть хорошая оплата. 4,8 получается, это у меня с суточными платиками и плюс 3 тысячи, ну, российские, это все российские рублей, так как это российская компания. И плюс 3 тысячи рублей за сборку-разборку котят, то есть это обычная мега, по-моему, либо по формулу. А, ну то есть не площадка, да, конкретно? Нет, не площадка. Да, они так объяснили. И как все происходило, получается, я позвонил, он мне сразу с лета, как ты любишь, говорит, типа, сразу, то есть не рассказали про фирму, а давай мне сразу, типа, станешь, заработать или что-нибудь так. Разговоры говорят, хорошо, я вам сбросил, типа, если вам интересно данные, типа, если вам интересно заполнить анкеты, приезжайте. Я окей, короче, раз так, так, так. Она написала на вайбер-сообщение большое, я его прочитал все. Ну, там написано заработная плата на обычно, получается, и на негабарит. Ну, там на обычной, по-моему, 4 тысячи суточная, на негабарит, по-моему, 4 800 плюс всякий доп, вот эта сборка-разборка. Ну, естественно, я пошел на негабарит, приехал сразу, потому что я живу здесь рядом, возле бабушкина. Приехал к ним в офис, и, получается, там была та же самая девушка, с которой разговаривала по телефону, которая, наверное, по телефону объяснит нормально и толково, подхожу, ну, подхожу, и, как бы, рассказ полностью про фирму. Я приехал, она мне дает опять листа 4 бумаги с двух сторон, там записать фамилию, имя, отчество, родители, дата рождения, место их работы, место их проживания, которые формата вообще нахер не надо, потому что там еще место работы за последние 6 лет я указал за последние 3 года. Как бы, ну, мне 25 лет, как бы я работал много, но основные работы я бы указал. То есть они, по сути, тебе еще по условию ничего не рассказали, а уже дали подписать кучу бумаг, я же понял. Да, 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 сразу тебе анкету в руки, и все, а потом, типа, пригласим человек для дальнейшего разговора. Я так говорю, так вы мне даетесь, если бы сначала открыть человек, я с ним поговорю, может, ни в течение недели, мне не понравится слово, что, собственно, так и произошло. Как бы, я сидела на этой 2 часа на то, что я запомнил, потом она говорит, вы запомните, может, я приглашу логиста, типа, не говорит. Я запомнил, где-то, ну, там, примерно 15 лет, такое что-то. И она позвонила человеку, логисту, пришел этот человек, парнишка такой, совершенно молодой, ну, как бы, нормальный парень, как бы, но такой, знаешь, тяжело говорить, ему у вас есть еще проблемы, потому что не может полностью слово сказать. И пока он мне одно продолжение рассказал, я там чуть не узнал, как бы, так и толком ничего и не понял, называется еще собеседование. Вот, и потом было, что этого человека, по-моему, тоже, так и этого человека еще ждал, он сказал, что подождите, я занят. Ну, офигеть. В итоге он пришел, мне толком ничего не рассказал, спрашиваю, типа, про, у них сетка есть, это 800 километров, ну, стандартная для России. Скажи, ну, так не говорит же, он говорит, типа, ну, ничего не знаю. Я говорю, а второй чип, типа, что, или как ездить, типа, там, ну, по-черному, на проходы даете, не даете, там, в случае, если я получил уже штраф за нарушение, типа. Ну, то есть все стандартные вопросы, да, то есть ты задавал. Стандартные, да. То, что они по телефону не любят отвечать, вот ты приехал, по месту их задаешь, а они по месту не хотят, да, на них отвечать тоже. И по месту говорят, да, что, типа, нет ни хера, ничего не знаем, как бы, вопросы не ко мне. Я говорю, так, кому вопрос задавить свой человек, он говорит, офис, типа, где-то, ни фига, изменили, где-то, там, по Смоленскому фону, что-то там. Типа, он говорит, так, дайте номер с телефона, я позвоню, он говорит, так, кому вы позвоните с точеческого шипа? Я говорю, ты как кем-то отговаривает тогда, короче. Я спрашиваю, потом, типа, ну, анкету заполнил, она посмотрела. Ну, как бы, я работал год на СНГ по СНГ катался, там, до этого, в такси катался очень много. Потом, еще нагрузоперевозка под Бакутикулью, то есть, я, какому, гонял на Москву. И сейчас, как бы, на автобусе уже год отработал, когда я целью робит. И она говорит, типа, ну, у меня 25 лет, и она говорит, словно, такая, ну, я спрашиваю, я вам подойду вообще, типа, ну, сколько мне ждать? Она говорит, ну, около недели-двух секунд, ну, причем ответ. То есть, еще рассмотрение, да, около двух недель? Да, еще рассмотрение, недели-две, получается. И, получается, я спрашиваю, так, а мне вообще смысл ждать есть, нет, типа, как бы, ну, как бы, по-вашему, типа, что, от меня возьмут или нет? Ну, у вас, типа, мало опыта, что-то он сказал, мало стажа, типа, и часто у меня идти в работу. И, в итоге, буквально сегодня утром тоже, вот, приходит смысл, что, типа, вот слово-слово сейчас зачитано. Доброе утро, все, здесь часто смена вашей последней работы, вам отказано. Всего доброго. То есть, еще даже и отказали, да? Еще и отказали. Ну, то есть, понимаешь, обычно ищут перспективу, что там молодых парней, кто такие выносливые, как бы, и, тем более, автовоз, это то же самое, не габарит, на самом деле, это же тяжелый, как бы, и, меня тут, как бы, расслабляют разные конторы, звонят, просто, что я, как бы, ну. Ну, еще, я не знаю, почему отказали, говорит, в связи с тем, что работа у меня, ждики, вот, и поэтому ищешь. Просто автовоз, опыт на автовозе, это можно приравнивать, я не знаю, это же не на холодильнике работать, где ты в белых носках, там, это, здесь ответственности на автовозе побольше, загони машину, проверь все, то есть, ну, чтобы никаких ни царапин, ни сколов не было, ничего. То есть, ответ, ну, ответственность большая, ну, еще с таким опытом не хотят брать, я не знаю, кого они тогда ищут, и еще, ну, вот, я говорю, за пару сотен километров приедешь к ним на офис, да, то, что они по телефону говорят, все на офисе, он расскажет, а, по сути, приезжаешь, и никто на эти же вопросы не может ответить, да, там, проходы по-черному, не по-черному, как вообще происходят вычеты, не вычеты, никто на это тоже и при встрече не хочет отвечать, да, то есть, нет такого человека, который на все эти вопросы может ответить. То есть, он даже, ну, по сути, и не ответил на твой вопрос, да, вот, по-черному, по-непо-черному, он так, ну, как бы вилял, и ничего толком, ну, как, как хочешь, сам, типа, да. Он сказал, типа, типа, мы вам предлагаем, а вы как хотите, нет, так, нет, типа, вот так вот, он сказал. Ну, я... А, ничего, знаешь, они еще могут отказаться... Приментика, без премии, тогда, если ты не вырабатываешь 600 километров в день. Ну, я понял. Ну, видишь, у них еще и сетка, да, получается, они за счет этого, это ты как хочешь, ну, хочешь, не хочешь, если вырабатываешь сетку, можешь по-чистому ездить, не вырабатываешь, то по-своему там уже как хочешь. Ну, штрафы, соответственно, никто у них пропускать не будет, это 100%, ну, по сути, ну, тебя вот и не устроило это ничего, и ты не собирался, да, меня туда устраиваться, куда ты уже, ну, решил еще вот после сразу собеседования, да, что туда не пойдешь работать, или ты все-таки... Ну, слушай, во-первых, ничего не понятно, я спросил, я просто, типа, у них получается, вот, ты устраиваешься, как на две колонны, вот, обычная колонна, которая возит обычные, ну, в мешки, в мешки, в шторы, и вот не габариты. Нет, две колонны, две зарплаты получаются разные, я спрашиваю, так, если я буду работать на негабарите, а вы говорите, что это один тот же самый процесс, просто он разбирается, у меня зарплаты будут как платить, он говорит, как негабарит, говорит, а грузоперегрузы вообще по негабарит, если он говорит, ну, очень мало его, сейчас, типа, и всей колонны, только две машины уехали, типа, на негабарит, то есть такого рода, то есть сам, самих грузов на негабарит, можно сказать, что и нет. Ну, я понял. И еще самое интересное, он сказал, что в случае, типа, устройства, порядок устройства такой, что, типа, вы приезжаете сюда, дополняться, подписываете документы, потом едете сюда, в Россию, в Вязьму, или где-то в Вязьму, два дня проходите обучение, и потом только садитесь на голову, на голову садись, что же здесь, в Минске. Угу. Я понял. Какое такое. То есть еще туда нужно ехать, ну, главный этот офис, который в Вязьме, да, по-моему, в Вязьме, да, он находится. Потому что реклама по Смоленской, в Вязьме идет, реклама, что транском набирает. Не знаю, как он сказал, ну, как он сказал, может, я что-то не так понял, заикает это, на это все время тоже, зачем такого человека продавать, даже не поговорить, с ним ничего не объяснить нормально. Угу, я понял. А по оплате ты не узнавал, там, как, после отчета, неотчета, там, раз в месяц? После отчета. После отчета. Ты, получается, выехал, открыл свой отчет, то есть, ну, стендер, там, госномер машины, топливо, все остальное, списал километраж, поехал, и расчет будет, закрываешь отчет, то есть, уехал, ну, как каденция у них не круги. Ну, я понял. То есть, они едут, там, Казахстан, Китай, Тайвань, там, куда-то, в Сахе, там, куда-нибудь, там, что едут, там, Бонголия, еще едут, туда, туда, туда. Ну, короче, тебе тоже шило на мыло, что так, не дома, что так, тоже не дома, по России, по Азии, кататься. у них ну то есть такого не ну там премии ничего такого тоже нету там за доставки ничего такого не говорили о них получается 2 рубля не заплачивать если ты попадаешь в сетку 700 километров если каждый день ты выкатываешь да то есть километров то по 2 рубля еще доплачивают я понял ты когда пришел трудоустраиваться вообще народа много было или ты один был один понял короче это тоже такое общение было да то есть ничем не заинтересовали кучу бумаг напихали сразу непонятных до заполнять что заполнять еще условия не сказали может я и сам откажусь от вашей работы уже даете мне заполнять понимаешь пришел это корнейшая логист это с негабарит я думал сейчас пойдет бы начнет рассказывать что-то там условия как они работают какие машины за ними закреплены какие пытаются какого года там что так еще же получается если машина перед ремонт они типа с ваш доклад 800 российских рублей я не спрашиваю что за машина где-то уволен 16-18 года то с пробегом там но и еще вот тоже по своему опыту тоже большинство отказывают когда начинаешь вот такие вот вопросы они просто привыкли тоже когда вообще без опыта приходят человек не знает и на них как на тракторах будут пахать и они лишних вопросов не будут задавать потому что я сам с таким сталкивался тоже человека ящу гиртеки давно давно работал ну это же человек грубо говоря пришел с деревни с трактора ну грубо говоря да с колхоза и когда еще одно время гиртека вильнесе платила наличкой зарплату то есть мы сдавали отчеты ходили в бухгалтерию наличкой получали то есть не карточек не было получали наликом и были там расценки 14 центов было на холодильнике я вот ну как бы за свой километраж допустим 10000 проехал 1470 там получил до грубо говоря до штрафа без ничего и вот я в италии стоял человеком тоже вот с этим что сказал с колхоза я грызну там начали про зарплату про все это разговаривать я говорю ну сколько у тебя там получается все эти возвращают он говорит ну 600 700 евро то есть по сути у него больше половины постоянно срезали потому что я говорю за что он говорит ну там за телефон за пережег за это я так прикинулся в голове это там ну столько вообще не должны срезать там менеджер удержит там опоздал там это ну хотя за это ни за что не должны высчитываться вот за счет того что новенькие приходят и он не ходит ругаться знаешь когда первый раз пошел поругался ты деньги выбил свои потом уже следующий раз тебя не будут надуривать либо опять будут опять идешь ругаться когда человек не ходит за свои деньги не ругается значит ему они не нужны значит можно высчитывать по полной но он говорит мне 600 хватает я горит я столько в деревне никогда не заработаю ну вот и поэтому и видно таких вот людях они зарабатывают вот но это не стоит ну почему хотел еще чисто вот ради того чтобы ближе к дому да вот ну каденцию поменять ну да в этом плане вот короче конечно на 3 здесь вот я говорю я как заезжаю каждую неделю домой так уже поприятнее знаешь но ну да в общем супруга другая ритма на другой нет а дома поскольку находишься по месяцу на такая спонтанно ехал вообще на 6 недель максим не продолжили контакт просто хорошая я понял понял а так среди 4 недели дома 6 дней 8 недель на работе короче полтора полтора два месяца месяца месяц я понял понял ясенько ну спасибо тебе большое спасибо что рассказал тогда может кому-то будет полезно все тогда спасибо удачки так ну друзья вы сами все слышали по поводу транс кома да то что вот они говорят я даже говорю приезжайте мы вам все расскажем ну вот приехал человек да не бы не мы не могут ответить ничего тоже зачем тогда ехать почему вы это по телефону не можете все рассказать вот приехал ничего нового не услышал опять же все поверхностно никто ничего толком не может а вопросы на самом деле рабочие моменты ну такие вопросы задают то с переработкой если сетку не выезжаешь там кто оплачивает пропускает штрафы дают на проходы не дают на проходы потому что сами понимаете россия да там казахстан там каждому дай дай ну все это прекрасно все понимают и человек приехал с такими вопросами и хотел узнать пропускают не пропускают можно работать нельзя или я со своего кармана буду платить тоже не хочу перерабатывать бесплатно дай вы меня заинтересовать должны чтобы я к вам пришел на работу они подпихивать сразу мне какие-то бумаги я еще не 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 послушал условия вы мне уже дается заполнять всякую фигню где я работал что я работал это я вам потом все расскажу когда вы мне расскажете условия и я соглашусь на них работать может меня не 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 заинтересует эти условия я сразу развернусь и уйду получается все по-другому еще сам вопросы задаешь и на них еще толком ответить не могут поэтому ну сами все слышали вот поэтому я не вижу смысла ездить на эти собеседования тоже ну если вам так говорят ну то есть либо по телефону сразу все оговариваются либо же узнавать через знакомых это вот самый правильный вариант будет узнавать через кого-то через водителей групп опять же повторюсь очень много в вайбере вконтакте группы в инстаграм мы уже в каждой фирме есть страничка найти там людей кто подписан на эти группы написать за спрос никто в морду не даст написали спросили что да как условия хочу устроиться без опыта там расскажи пожалуйста какая ну как она есть на самом деле стоит не стоит или вообще ям одно не не стоит даже идти туда вот поэтому ну я такого мнения придерживаюсь видеть человек тоже хотел поменять поближе к дому потому что на каденции ну семья то все понятно да здесь опять же говорю там раз на раз но можно домой заехать поэтому его тоже можно прекрасно понять в общем думаю такого формата видео будут вам заходить потому что реальное общение с подписчиками с работниками ну этот человек пытался в они устроиться до на работу но не устроился дальнейшем будем раскручивать эту рубрику и общаться уже с водителями которые там работают в некую в некоторых фирмах да будет это все скрыто то есть без имени без всего чтобы к нему никаких вопросов не возникало и буду находить таких людей которые будут рассказывать про фирму потому что я думаю это полезная информация особенно для начинающих водителей для даже для бывалых водителей потому что ну шила на мыло менять никому не хочется я надеюсь что вам ролик понравился данного типа и если вам заходят такого формата видео ставим лайкосик это для меня будет огромная мотивация пишем комментарии на какую фирму хотите сделать еще обзор послушать мнение водителя который там работает и я постараюсь найти данного водителя с данной фирмы которую там больше всего будет голосов и сделаем такого же рода ролик всем спасибо за просмотр всем пока увидимся